Итак, друзья, постепенно выходит на финишную прямую наш турнир. И, собственно, один из финальных матчей осеннего турнира – это противостояние Сокера и спортинга от РАД. Ну, надо сказать, что Сокер пока что на уверенном третьем месте. Посмотрим, что по окончанию этого тура будет. Ну, все шансы, на самом деле, занять второе место даже. Есть, да, если массив проиграет. Если массив Левобережный проиграет сегодня. Сварог обещал, что все возможное, чтобы, да, остановить. А у спортинга от РАД, ну, конечно, по финалу не такие радужные перспективы. Всего лишь одна победа в активе. Лихорадит эту команду. Не всегда были лады со сбором, честно говоря. Возможно, поэтому такое не совсем радужное место они занимают, девятое. Ну, шансы подняться в турнирной таблице у них, на самом деле, еще есть. Если они, конечно, сегодня победят. Сокер. Хотя, мне кажется, что Сокер будет сегодня чрезвычайно мотивирован, потому что им крайне важно победить сегодня. Так прозвучал стартовый свисток поединка. Разыгры Сокер. Троян сегодня в строю. Не раз мы подмечали, что очень интересно меняется стиль игры команды, когда он, собственно, присутствует в стартовом составе. И вместе с Кульматицким они немало. Хороших матчей выдали награда. Да, действительно. Тотский. Флотный импрессинг сегодня включает Спортинг. Очень активный. Мы посмотрим, хватит ли им. Изот, что называется. Русалим. Этот мяч забирает пневматистки. Сразу же на трояна. Тут сразу как-то свернует. Шевчук Павел перехватывает. Отыграет Степанюка. Тут смещается в центре, наверное, будет удар. Нет. Забрасывает Гробовенко. А тот уже решил прострелить. Но не совсем прицельно. Шанс. И вот это неразберихно немножко происходит. Обратите внимание. Вот эта тактика высокого прессинга достаточно хорошо пока что работает. Но ты правду подметил. Хватит ли сил? Ну, во всяком случае, с матча с Талосом Спортинг выдал очень ударный первый тайм. Счет был 2-1, если не ошибаюсь, в пользу Талоса. И довольно-таки равная была игра. Но во втором уже немножечко сил не хватило, конечно. Спортингу и Талос буквально перебегал. Туацкий, хорошая передача на Огромного. И пытается там Минхидский это протолкнуть. Но, увы, не получилось. Тем не менее, попрессинговал. Степанюк. Павел, как интересно, принимает мяч. Хороший розыгрыш. Продвинут Мерусалима, но, увы. Тут немножко с цеплением побороться пришлось. И драгоценные секунды потеряны. Степанюк пробивает. Скипарирует. Хороший момент. Был у Артура, на самом деле. Мог бы, в принципе. И забить. Но Туцкий не терял бдительности. Продвинутка сбрасывает. Пока тут бьет, ай-яй-яй-яй-яй. Полудар, полупрострел получился туда на дальнюю. Не знаю почему. Никто из партнеров не поверил, что именно так все произойдет. Дороян. Тушанский. Снова Туцкий с мячом. Заброс на Кольматинского. Тут за мяч, что дальше? А вот там никого нет. Явно не успевал огромный на этот мяч. Хорошая дальняя диагональная передача. И с приемом все отлично. Не подключился, не успел подключиться так, как хотелось бы. Хорошая передача. Но, увы, зацепиться за мяч не получилось. Туцкий сбрасывает на Ренат. Но перехватывает эту передачу. Грабовенко с мячом сбрасывает на Панюка. Чуть-чуть не хватило ему. Туцкий на Кольматинского. И Вайд. Троян, а тут сразу же в одно красное на Громного. Широченная передача отдавал Троян. А вот Вазурата на дальнюю не получил. Грабовенко Иван. Русалим там открывается и... Вань! Да ускоряйтесь, вперед! Вань! Русалим. Прошел, все-таки будет бить. Но блокированный удар уже в свою очередь огромный. Заброс. Забирает Туцкий этот мяч. Сразу же вбрасывает вперед. Но сильновато, конечно. Хорошо здесь Фейлонов подключился. Вовремя сократил дистанцию. Кстати, попал его один из сейвов в топ сейвы этого тура. Я думаю, партнеры по команде уже явно видели. Сегодня он снова в роли голкипера защищает свои ворота своей команды. Хороший плотный удар от Трояна, но делает сейвы Фейлонов, конечно же. Степанюк пытается как-то пробиться, но не дают, не пускают ему. Апушанский. Снова Апушанский с мячом. Огромный. А вот не смог остановить внутри мяч. Фейлонов бросает на Степанюка. Продевает по фангу, а вот Дурусалима принять его не получилось. Фейлонов. Ваня, Вань, перебери, Вань. Право, Ваня, право переберешь. Сегодня он не на воротах. Не раз он за 9 туров, собственно, защищал ворота. Подстраховывал свою команду. Это будет отворот для спортинга. Вот уже готовится, собственно говоря, Лунов вести. Отыгрывают на Гробовенко. Ваня, Вань, переберешь. Разгони, не надо обхватить. Ваня, обрелы проходят. Как красиво. Ай-яй-яй. Потрясающая комбинация могла быть. Не получается. Пройти сразу же Степанюк разгоняет контратаку. Два в один выходит спортинг. И что же? И это гол. И до кого же записать этот мяч? На Гробовенко и Ивана мы запишем этот гол на шестой минуте. Кавлюк. Отыгрывает на Тоцкого. Возвращает обратно. Успеет ли Валерий? Да, успевает. Проходит по флангу. Что дальше? Не ожидал Сокера, я думаю, такого отпора со старта. Да, гипермотивированный сегодня спортинг. И хотят получить восьмое место. Ну, все еще зависит от того, как стал Ипин сыграть. Смарт-климат. Ну, и надо сказать, что смарт-климат будет мотивирован. Потому что ноль очков. Это все-таки самый безрадостный результат, наверное. Который только можно придумать. Перепосадка своей половины в поле Сокер. Тут уже проходит передачу на Кульматинского. Тут прорывается по флангу. И немножко далековато от себя отпускает мяч. От ворот. Превосходная. У него скорость. Может так легко развернуться и убежать. Чего-то, может, немножко-то не хватило. Потому что куришь часто. Минка проходит все-таки. А вот с ударом нет. Не получилось. Нет акцентированного выстрела. Тем не менее, мяч остается у спортинга. Хорошая передача на Шевчука Павла. И... Попал! И уже катает очень близко к воротам Сокера. Можно забивать. Выбирает ход. Огромный. А вот подтолкнуть мяч не получилось. То есть Филонов решил просто разрядить обстановку. Выбивает. Тотский подобрал. А тыграет на Лопушанского. Чек на Матицкого. Интересный такой выстрел. Но Филонов все видел. Забирает этот мяч. Как раз же дальний брос туда на Шевчука. Но... Там не получилось его зацепиться. Матицкий от играет на Тотского. А Пушанского, увы, не зацепился. Урсалим. Играет на Шевчука Павла. Тот подключает Грабовенко. Зубков. Продевает на Урсалим. А пытался Евгений там как-то проникнуть, просочиться. Но, увы, пространства явно не хватило. И поэтому мяч приходит к Тотскому. Тут сразу же и вбрасывает на Кена. Как это она возвращает Тотскому. Стоит правильно распределять свои силы все-таки на отбор, мне кажется, спортингу. И я думаю, что для того, чтобы второй тайм выдать таким же, как этот первый, где-то все-таки надо пытаться ловить моменты, чтобы отдохнуть. Потому что... Пускай тут нам понюк Артур, что в перерыве есть секретный напиток, который позволит им подпитаться силами. Да. И продолжить, да, в том же духе? И продолжить в том же духе. Так же Грабовенко на Филонова. Ну вот прессинг не вненчался. Движение, по-видимому, от Николая. Феерически сегодня играют эти восемь минут. Спортинг. Грабовенко с мячом ищет Иван. Лучше пробить. Можно проще сыграть рядом, но решается на дальней передачу. Не доходит, конечно. Надо адресат, потому что все, что там читалось. Огромный сбрасывает на Трояна. Сразу же Владимир на Владимира, но уже в этот раз Краматистского. Сыпился там Краматистский за мяч, но Грабовенко выбил в аут. Огромный. Надо пробиться как-то сам. И получается почти просочтиться у него, но отбирает у него все-таки мяч. Зубков сразу продлевает на Степанюка и буквально в последнем рывке Троян. Так, Троян, да, Войм, это сократил дистанцию. Огромный. Включает Троян. Не совсем точная передача. Увы. Надо отметить, что у Бей команд сегодня по одной замене. И мне кажется, что это сокеру не даст показать полноценно. Тот контртакующий футбол, да, я бы не сказал, если честно. Все же зависит от того, какой контроль они будут показывать. Сейчас просто навязали быструю игру. Спортинг, быстрый отбор. И достаточно открытый футбол, что идет на пользу лишь только спортинг. На самом деле это не игра сокера. Пытаются они где-то... И-и-и, это гол, 1-1. Ладно, кровно, разыгрывать, приносят свои плоды, делают счет 1-1 огромный. Но на самом-то деле, их игра все-таки это отличный контроль. И мне кажется, что потихоньку они будут все больше и больше гнуть вот именно эту линию. Что мы и видим. То есть, 1-1 уже сделали, и я думаю, что с каждой минутой спортинг будет все сложнее и сложнее. То есть сразу просто чисто, что-таки Курматильский, как удивится, мы на технике пройти, сохранить мяч и даже еще и пробить. Что творит? Ну, а сейф. Да, не, но. Сейф, конечно, Шепионова. Рыбовенко. Пытается пройти. Не пускает его, ну, жестковато встречает. Останавливайте, это свистка играет. Огромный. Заброс Кульматицкий. И там сам, в общем-то, послан Горобный. Конечно, доходит на него мяч, но уже тут Горобовенко вступает в борьбу и забирает. Все, уже пытается отзагнать в части Панюка. Сохраняет Артур мяч. Мусалим. Шокий пас, а здесь не успеет. Не успеет Зубков. Ну, этот рывок все-таки троянный. Немножко в сторону, и уже были проблемы. Все-таки с отбором. Работай, Владик, работай. Не, он возвращает обратно Атоцкому мяч. Хороший заброс, но, мне кажется, немножко неточным он получился. Хотя, задумчиво понятен. Степанюк. Пытается как-то раскачать. И все-таки получается у него пройти сразу же двоих отрезов. Своим проходом по флангу пытается пробиться. Но плотно встречает его. Видно. То, что называется, бодается. Нестроено. Лопушанский. Красиво подбирает. И решил разъедить обстановку, потому что тяжеловато было бы ему отдать там прицельную передачу. А возможно, это и был пас. Натровина, как знать. Зубков. У мяча готовится вести аут на половине поля соперника. Ты, говорит, на Степанюка. Тут зацепился. Удар. Не проходит выстрел. У нас достаточно снежно. Тут небольшой Буковель. Собственно, неожиданный снег. И я думаю, что проблемы есть с обводом аута у команд. Удишь на мяч? Пашка, отдашь. Удишь? 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 Люк. Отыграет на Туцкого. Дальний заброс. Троян тут осцепиться, увы, не получается. Гробовенко на Степанюка. Взячно проходит Артур. И сразу же передача на Шепчука-Павла. Тут пишут мяч. Немножко застыл. С прицельным ударом с носка. И пока что, пока прицелился, подъели. Троян отыгрывает на Туцкого. Владислав уже возвращает обратно Владимиру. Игрок. Проходит по флангу Троян удар. Превосходный сейф делает. На 14-й минуте Филонов Николай. И еще один сейф. Огромный сбрасывает на Пушанского. А тут бьет. А вот. В пользу Сокера. Пушанский на Туцкого. Проливает. И решил, наверное, Явно не проверить. Не проверить не спину Зубкову, А скорее тыл Туцкого. Но получилось обратное. Вот какая комбинация. Смотри, можно забивать? Нет, нужно было пробивать. Конечно. Неправильно он здесь поступил в этой ситуации. Ну а, конечно, Туцкий молодец. Огромный опыт продемонстрировал. И почувствовал, что все-таки бить не будет. Хотя, мне кажется... И получает желтую карточку. Как я понимаю, Фолк. Туцкий за флотом. Мы его не видели. Видишь, мы его не видели. Ну и Грабовенко и Иван, собственно, готовятся пробить или разыграть. Посмотрим сейчас. И все-таки какие-то прострелы, но он не проходит. Правильно делал на дальнюю штангу. Стофорелизм. 1-1 по фолам. Троян от играет Натодского. Снова Троян. Мечом. Перепасовывается на своей половине поля. Пока что Слокер. И вот здесь можно, в принципе, уже дальше развивать атаку. Нет. Тем не менее. Троян сбрасывает Натодского. Продолжает контролировать мяч Слокер. А вот здесь перехват. И что же Грабовенко? Игорь Нашечука, Павел. Тут как-то застыл. Не поверен. Не получается разведет атаку. Грабовенко проходит. Какая комбинация. Посмотри. И что же дальше? Пустые ворота. Забивает. Павел. Как-то хладнокровно здесь. Ну, конечно, превосходный. Превосходный асис отдал все-таки. У нас Грабовенко и Иван. И нужно было. У Павла забивать здесь. И он это и делает, собственно. На 16-й минуте. Это же так, можно сказать, хладнокровно с оттяжкой. На какой-то момент показалось, что уже не получится забить. Но, тем не менее, все сделал правильно. Павел в этой ситуации. Свалили здесь на Владимире Кульматинском. Все-таки, я не понимаю, почему не свистят. Но вот... Поахило, если мне зрение... В общем, если мне не показалось. Огромный Дмитрий у мяча. Убирает раз. И удар. Парировать у Ивонов. Не просто ему забить. Хорошо он ощущает себя в рамке. Стоял. Видно, опыт есть огромный. И... Огромный опыт я имею в виду. Некорректное ведение аута. Мяч-переход в спортингу. Зараз Шевчук Павел отыграет на Филона. А вот тут возвращает обратно капитану. Играя по флангу. Русалим. Хорошие возможности у него. Что? Прикриваться. Не дается ему качнуть. Попадать, Жеккова. Ну, чуть-чуть не справился, мне кажется, с волнением. Все сделал грамотно. Хорошо убрал в сторону. Курматинский с мячом. Включает. А тут отыгрывает на Тоцкого. Хорошо. Передача, увы, не доходит до адресата. Но мяч все-таки каким-то образом остается у Сокера. Курматинский набирает ход. Удар. Ай-яй-яй-яй. Хорошие моменты. Плотный удар получился у Владимира. Но чуть-чуть не хватило точности. Еднозначно. Разыграли. Спортинг. Гробовенко не спеша начинает очередную атаку своей команды. Подключает Филонова. Передача. Ну, это добыча для Тоцкого. Это сразу же проверили. И как чувствует штрафную. Сразу умудрился руками сыграть. Шучек, Павел. Узнаем, что Филонов хорошо и в поле играет, в общем-то. Может продемонстрировать хорошую игру, интересную. Ну, так складывается, что приходится ему защищать ворота. Да, это он умеет делать превосходно. Кстати, и не понимаю, почему его пятый не подключает. И что же? Ай-яй-яй-яй-яй. А вот Сокера мне показалось, да. Превосходный момент. Тут трояна Владимира. Но правой ногой он не попадает. Ворота. Хотя делал все грамотно. Подрезал. Я думаю, где-то немножко выбило из колеи его то, что не играл пару туров. На крону в этой ситуации разобрался Филонов. Ну и получил по ногам отройна. Ну, возможно, я думаю, непредомышленно. Хотя Сокер любит застрять у ворот, чтобы держать вратарей в напряжении, в страхе, может быть, каком-то. Даже не знаю, как это выглядит. Они натренировались на своем галкипере, я думаю. Уже явно, когда собираются, я думаю, что примерно похожий от Боржи и пытаются демонстрировать против своего соперника. Твой, 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 тихо, не разоваривай игра. Паша, это кто с вами. Диски, заброс, отцепится ли огромный. Да, получается, продлевает на Павлюка, но тут совсем неудачно пробивает, учитывая сложившиеся обстоятельства. Даже не знаю, почему именно так получилось. Похоже, и самому тяжело поверить. Какой выход хороший, Иван. Сохранил мяч. Степанюк, хорошая передача Шепчука Павла. Долго, 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 долго. И понимает, это Степанюк, и подсказывает, что уже пас хочет. Не, прострел, проходит. Звучит свисток. Да, и счет у нас 2-1 после качания первого тайма. Спортинг, выиграешь. 2-1.